Детские окулисты Это вопросы генеральному директору Екатеринбургского центра микрохирургии глаза, главному офтальмологу Свердловской области Олегу Шиловских. Мы будем с вами говорить о болезнях и здоровье, но только уже детских болезнях, потому что родители не всегда могут понять, хорошо видит ребенок, плохо видит ребенок, что его беспокоит. Ну, вроде все ровно, тем более маленькие дети, которые только что родились, когда необходимо уже знать, есть ли проблемы со зрением или нет. Вот что должны знать родители все-таки, с какими проблемами к вам обращаются? С разными. То есть я могу сказать, что у нас в области 8 наших представительств, каждый из них имеет свой детский блок отдельный, амбулаторный, где можно прийти с ребенком, проконсультировать и даже лечить его. Это возможно. И два детских отделения в Екатеринбурге отдельных. Именно охрана зрения детей или так называемых школ зрения, где активно очень с родителями это все в содружестве делается. Вот 1 июня, в День защиты детей, мы открываем в центре города новое детское отделение, кстати. Вот. И теперь о детях. Когда и с чем, и главное, во сколько. Я вообще взрослый офтальмолог, но мне приходится оперировать детей очень часто, именно как хирургу. Поэтому я одно могу сказать, что не надо забывать, что в трехмесячном возрасте надо первый раз показать глазному врачу ребенка, чтобы определить, нет ли каких-то... Ну, если мама не увидела раньше, да? То есть, если все хорошо, тогда в три месяца. Вот что она может увидеть раньше, но не обратить на это внимание, например? Я не знаю. На самом деле, все что угодно. На самом деле, там, допустим, гноится глаз. Там, я не знаю, в общем, ребенок не фиксирует взор, но это все-таки больше к трем месяцам и дальше, там, значит. Потому что раньше, ну, сложно что-то заподозрить. Проблемы диагностики какие-то существуют? Или сейчас есть все возможности для того, чтобы вот все болезни как-то определить? Ну, давайте так разделим эти вопросы. То есть, сейчас есть очень много возможностей для диагностики, но, к сожалению, мы сталкиваемся с очень низким в техническом плане оснащением поликлиник. Ну, в целом, это не касается Челябинска. Кстати, я Челябинскую детскую службу не очень хорошо знаю, вследствие, что я все-таки взрослый врач, поэтому не знаю. Мы меньше всего контактируем, но в целом, по России, эта ситуация, она вот такая, как есть. Если брать там Свердловскую область, то это эти детские приемы, они крайне имеют низкое оснащение. Это минус колоссальный. Хорошо. А вот все равно есть же какое-то отличие, да, хирургии детской и хирургии взрослой. Я вот к тому, что здесь, наверное, другие какие-то инструменты, здесь какие-то другие технологии или что? Ну, да, безусловно, потому что ребенок... Дело в том, что ответственность хирурга за хирургию у детей, она, ну, я не знаю, в несколько раз выше, на мой взгляд. Потому что глаз растет, и потом у ребенка вся жизнь впереди. То есть у тебя права на ошибку никакого нет совершенно. То есть ты должен 10 раз отмерить и только один раз отрезать в случае с ребенком, потому что ему жизнь всю жизнь. У нас в клинике, допустим, из 70 профессиональных хирургов-докторов, там, допустим, оперируют детей, ну, трое-четверо. То есть это самый верхний топ просто, который, ну, имеет высоченную квалификацию и высоченный же опыт. То есть без этого никуда здесь. Скажите, а вот коррекцию детей, там, в возрасте 12 лет или с 10 лет, вот когда можно или вообще лучше не проводить? Я имею в виду хирургическую коррекцию. Значит, если речь идет о коррекции именно близорукости, дальнозоркости, то у детей лучше это делать вообще после 18 лет. Когда мы четко понимаем, что рост глазного яблока закончен. То есть параметры его меняться не будут. Все стабильно. И вот тогда уже, в общем, и лучше бы, чтобы это уже ребенок, ставший не ребенком, сам это решал, насколько ему это нужно. А не родители принимали решение. Но это касается исключительно только именно коррекции. Понятно. И больше ничего. То есть я не говорю о той патологии, которую там надо оперировать. И чем раньше, тем лучше. Такие вещи тоже есть. И, конечно, это надо делать все очень быстро и своевременно. Вот нагрузка в школе и вообще вот сейчас нагрузка на детей, интеллектуальная нагрузка, зрительная нагрузка, она очень стрессовая в том числе, да, очень большая. Как с этим, ну, справляться? Как помочь родителям, как помочь детям? Здорово. Вот я думаю, что здесь родители очень здорово могут помочь на самом деле. Потому что мы о нагрузке говорили уже, о том, что, да, работа на близком расстоянии, это старт там близорукости и так дальше, это утомляние, это там одно, второе, третье, это неправильный рост глаза, все это правильно. Но сейчас вышла другая проблема на первый план, это проблема гаджетов. Да. И это тяжелейшая абсолютно проблема, на мой взгляд, и в этом виноваты только родители, в первую очередь. Потому что я тут вот видел случай, сидя в кафе, когда пришла семья, двое детей, мама с папой, вот они сели, заказали, тут же каждый из них достал по своему гаджету, они уткнулись. И пока они там вот сидели, в этом кафе, они даже вот когда вилкой в тарелке уже не отрывались от этого гаджета, значит, там никакого диалога, семейного за столом, вообще ничего нет. Не свой диалог. Они каждый, мама в своем, папа в своем, дети все в своем. Это хорошо или плохо? Это колоссально плохо. Потому что гаджет, в отличие от книги, например, да, он надо еще ближе к глазам, это первое, второе, это нагрузка зрительная, это второе. Когда ребенок сосредоточен на чем-то, кстати говоря, и взрослый тоже, количество мигательных движений в несколько раз снижается. То есть ты на это повлиять не можешь, это рефлекторно происходит. И, соответственно, глазная поверхность у меня быстро подсыхает. Вот это сухая. Если эта ситуация, она хроническая, то есть все время так, тогда возникает синдром сухого глаза. Если, допустим, 10 лет назад это была исключительно прерогатива более пожилого возраста, то сейчас молодеет, молодеет, молодеет. И сегодня мы уже видим детей с тяжелейшими симптомами синдрома сухого глаза. У детей. Поэтому это колоссальная проблема. Причем эти вещи, они становятся необратимыми. Вот это самое страшное. Серьезного лечения и так далее. Помимо, так сказать, другого вреда, это вот роста близорукости, нагрузки на близком расстоянии. Вот эта проблема, она еще более серьезная. А вот с чем связано огромное количество инфекционных заболеваний глаз? Даже очень трудно потом освободиться вот от этой инфекции, когда и конъюнктивиты всевозможные там и так далее. Вот можно вообще... Мне сложно об этом сказать. Я думаю, что стало меньше. Потому что вообще, может быть, вы слышали такое название, как трахома, да? То есть когда-то, например, там 50 лет назад это был бич полный. И эта болезнь, она инфекционная болезнь глаз, которая вела, ну, в общем, к слепоте. И тяжелые рубцовые формы и так далее и тому подобное. Это просто создавались трахоматозные диспансеры специальные по борьбе с этой трахомой. Кстати говоря, в Челябинске этот трахоматозный диспансер существовал, по-моему, очень долго. То есть, ну, по крайней мере, в 90-е он еще существовал. Там уже трахомы не было, название оставалось. Трахоматозный диспансер и в Тюмени долго существовал. Вот. Ну, задачи поменялись, но название, оно долго оставалось вот именно таким. Поэтому, с моей точки зрения, сейчас это, конечно, гораздо меньше все. Все-таки по инфекционным заболеваниям. Это есть проблема, но она в детской патологии не является главной. Все-таки в детской патологии главное это вот как раз проблемы роста глаза. То есть, это дальнозоркость, это близорукость. Близорукость на первом месте, конечно. Вот. Ну, и косоглазие связаны вот с этим. Потому что, когда глаз растет неправильно и нет нормальной фиксации, тогда глаз начинает косить. Поэтому эта проблема комплексная. Ее надо комплексно и решать. Ну, вот еще есть синдром ленивого глаза, да? Это вот тоже это синдром? Ну, это касается амблиопии, да. То есть, тогда, когда, допустим, глаз имеет низкое зрение, вследствие вот тех причин, о которых я вам говорил, да? То есть, очень важно заставить его работать. Как ты должен заставить его работать? Самая главная методика, она и в Германии, и у нас, и в Америке, и в Бразилии одинаково. То есть, заклеивается лучшевидящий глаз, и тогда вот этим глазом ребенок заставляет его работать. Это очень непростая, кстати, задача. У хирурга, у врача, детского врача, очень большая ответственность, да? Чтобы при лечении. И вот большая, наверное, ответственность по оснащению детской микрохирургии. Если говорить, допустим, о поставках расходного материала, и ведь ценовая категория крупных поставщиков, крупных производителей, она совершенно разная. То есть, допустим, хрусталики искусственные, там, одной модели в Америке стоят там столько, в России они стоят совершенно по-другому. И это есть. То есть, есть скидки крупным потребителям. Мы являемся очень крупным потребителем расходного материала, поэтому мы имеем огромные, конечно, скидки ценовые. И они усилились, кстати говоря, вот после 15-го года как раз. И удается балансировать в цене. Олег Владимирович, ну вот в завершении нашего разговора все-таки, наверное, хотелось бы обратиться к родителям. Вот что они делают неправильно, какие советы бы вы, как все-таки главный офтальмолог, не важно, что из Свердловской области, но вы какие-то советы и рекомендации вот сейчас какие-то прозвучали? Да, разумеется. Надо очень внимательно относиться к собственным детям. Если вы видите какие-то привычки или симптомы, появляющиеся у собственных детей, по любому поводу их, так сказать, здоровье, ну, например, там, не знаю как, ребенок начинает очень близко читать, да, вдруг. То есть не надо советоваться с соседкой, надо повести ребенка к врачу. Вы говорили про гаджеты. До какого возраста вообще запретить эти гаджеты? Я бы, чем дольше они не пользовались этим, но вот именно в таком режиме, о котором мы сегодня говорили, да, понятно, что там в школе все это очень сложно, но, тем не менее, проповедовать это надо со стороны родителей. Если вы приходите там, я не знаю, в кафе вчетвером, то можно и самим, в общем-то, на какое-то время это убрать. И попытаться как-то пообщаться, да? Итак, спасибо за беседу. Я напомню, что гостем программы «Есть вопрос» был генеральный директор Екатеринбургского центра микрохирургии глаза, главный офтальмолог Свердловской области Олег Шиловский. Мы говорим о том, как тонко и тщательно нужно подходить к вопросу о лечении детских глазных болезней. Продолжение следует...